Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Сунхалырова и Михаил Эверстов у микрофона ведущая Саргалана Антонова. «Дорогу оселит ведущий». Так называется выставка, которая проходит в эти дни в стенах Национального художественного музея Якутии. Автор этих картин, работ разных периодов и стилей Николай Николаевич Попов вот уже 47 лет является главным художником, сценографом одного из ведущих театров республики. Мы часто восторгаемся игрой актёров, работой режиссёра. Между тем, именно художник-постановщик является одним из главных соавторов спектакля. Так, благодаря ему создаются костюмы, бутафория, сама атмосфера, в которой происходит действие того или иного спектакля. Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Это сценограф, живописец и график, народный художник республики Саха-Якутия, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Якутии, главный художник Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина Николай Николаевич Попов. Добрый день! И искусствовед, главный научный сотрудник Национального художественного музея, куратор выставки Галина Гавриловна Неустроева. Здравствуйте! Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭМ Саха-Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Итак, первый вопрос я хотела бы задать Галине Гавриловне. Расскажите, пожалуйста, о концепции самой выставки. Какой смысл вы вкладывали в неё? И почему было выбрано именно такое название «Дорогу оселит идущий»? В искусстве Якутии сейчас вообще очень интересное явление – это театральные художники. Потому что, получается, персональные выставки, вообще выставки театральные художники делают очень редко к своим юбилейным датам и так далее. Но тут есть свои причины, об этом я пока говорить не буду. На самом деле театральные художники – это художники универсальные. Я всегда говорю об этом, потому что, действительно, это художники, которые должны понимать и в архитектуре пространственное видение. Это художники, которые умеют и заниматься и живописью, и графикой, они понимают и музыкальное сопровождение спектакля, они умеют вникать в литературную часть. То есть это, действительно, художники более такого универсального плана. И вот Николай Николаевич 47 лет уже работает в старейшем якутском, то есть русском государственном академическом театре имени Пушкина. 47 лет – это очень большой срок и для театра, и для человека. – Почти полвека. – Да, почти полвека. И я вот перед приходом как-то посчитала, оказывается, театральных художников у нас очень много, честно говоря. И даже Георгий Михайлович, он где-то около 40 лет работал, и поэтому по стаже, по опытности, по вхождению в эту театральную жизнь, Николай Николаевич – один из таких первых и очень опытных художников. И выставка называется «Дорогу осилит идущий». Это на само название, на мой взгляд, очень удачное, потому что это корректировали мы с художником. И получилось «Дорогу осилит идущий» – это вообще-то девиз самой жизни Николая Николаевича, на мой взгляд. Потому что действительно художник, который поставил цель, умеет его добиваться, умеет найти и идти по этой дороге – это, конечно, очень большая ценность и для того места, где он работает, и вообще по жизни. У нас выставка открылась в Национальном художественном музее. И когда мы делали выставку, конечно, много думали, почему и какой она должна быть. Во-первых, художник Николай Николаевич – человек, который работает в русском театре, якутский, сам якут по национальности, работает около полувека в русском театре. И все восхождения русского театра, вся жизнь, история русского театра, конечно, связана с именем Николая Николаевича. И поэтому мы сделали несколько блоков по структуре этой выставки. Главное, конечно, это сценография, это макеты, это оформление сценических спектаклей, при том спектаклей самых разных, и музыкальных, и драматургических. Ну, там своих подведов еще много, и даже балетных. И кроме этого Николай Николаевич еще художник, который совершенно прекрасно рисует. И занимается он живописью, занимается он графикой, и делает совершенно великолепные какие-то свои узнаваемые индивидуальные портреты и так далее. И, конечно, как тут тоже не показать. Ну, и еще одно, как это вот это, просто у других художников не было на персональных выставках, это он показ с маски. Это тоже очень интересное явление в изобразительном искусстве. У нас, я, то есть мы в музее делаем много выставок, и поэтому, в принципе, как бы, кто что выставляет, примерно это понятно. А здесь вот впервые в искусстве Якутии были представлены и маски. Тоже интересное явление. Ну, и, само собой, сопутствующий материал. Поэтому выставка получилась очень объемной, интересной. И для зрителя, и для специалистов. Вообще, я думаю, что это интересно, надо прийти посмотреть. И сделать для себя уже определенные выводы, да? Ну, конечно. Кстати, вот Николай Николаевич, как мы сказали, уже около полувека работает в одном из старейших театров республики, да? Государственном академическом русском драматическом театре. Но, мне кажется, вот об истории театра почему-то говорится гораздо меньше, да, чем о театре якутской драмы. Это действительно так? Это действительно так, а на самом деле это первый театр в Якутии. Наоборот, старейший театр. Старейший театр в Якутии. Прородитель всех театров в Якутии. Ну, если у нас, как это, Краевический музей всегда считает себя отцом всех музеев, то у нас сейчас получатся русский драматический театр. Конечно, основу его считается датой 1891 год. И с тех пор больше ста лет это у нас русский театр, который вообще-то очень поддерживает. Но сейчас, конечно, он работает в самых разных стилистических направлениях, который на территории Якутии, если так можно сказать, то поддерживал академическое театральное русское искусство. Истоки ее, конечно, там. 133, 3-4 сезон называется. Театр для исчислений идет по сезонам, по театральным сезонам. Вот, поэтому это действительно старейшина театра, прородитель всех театров. Мы говорим, потом первая труппа, хотя называется русский драматический, но там первая труппа была вместе с якутами. Там были якутские артисты. Вот исторические фотографии, когда мы подбирали, там именно наличие местных жителей, актеров, пробующих себя в актерской профессии были. Поэтому это потом немножко отошло. Но последние годы, наоборот, театры, якутский драматический театр и русский театр даже объединяются и делают спектакль громоздкие, особенно полотна Андрея Борисова. Хорошо. Поэтому это испокон Беков и идет такая дружба народа, можно сказать. А, кстати, вот завтра у нас в музее открывается выставка первого профессионального художника Якутии Ивана Васильевича Попова. Она посвящена 150-летию художника. И мы вот когда готовились к выставке и так далее, узнали, что в 1907 году у нас в театре показывали... То есть русский театр показывал спектакль «Не все, коту Масленица». И декорации тогда делал именно Иван Васильевич Попов. Это очень интересный факт. Можно его считать первым художником Якутии. Ну, нет, конечно. Хорошо. Николай Николаевич, а мне любопытно было бы узнать, вообще, когда произошла ваша самая первая встреча с театром, понятно, что вы, наверное, тогда еще не думали о том, что жизнь будет связана непосредственно с ним. Да, это, конечно, никогда я лично не думал. Но в детстве, наверное, можно вспоминать 1957 год. Это всесоюзный фестиваль искусства. И там из Якутии, значит, собирали деятелей искусства и собирали спектакль «Нергунбатр стремительный». И, видимо, в Якутии тоже прошел конкурс какой-то. Там все население, периферийные, центральные, все были задействованы. И я помню, как наши старшие братья одевались в богатырские костюмы, пробовали себя в роли Юрия Молана и Нергунбатра и так далее. И это запало мне в душу. Конечно, это была первая, наверное, первая встреча, наверное. Я знаю, что вы окончили художественно-графический факультет Ленинградского пединститута имени Герцена. И для молодого парнишки из якуской деревни вообще поступить в вуз такого уровня – это уже большое испытание. И для этого, как минимум, нужно было, конечно же, хорошо рисовать. Вообще, где вы постигали азы будущей профессии? Кто заложил в вас талант, может быть, раскрыл его? Будучи в школе, я, конечно, рисовал только на полях тетради, за которыми мне попадало. Но и делал сценгазеты. Это в школьные годы. Но первую книгу «Изобразительное искусство» я увидел у своего зятя. Впоследствии Аргуноб Артём Васильевич был такой. Он директор местного клуба был. Он был музыкант, он был живописец. Вот там я впервые увидел книги по «Изобразительное искусство». Ну и поступали здесь, конечно, когда школы закончили, вопрос стоял, куда девать в себя. И как раз в республике пришло четыре места, то есть три места художественно-графический паворитет имени Герцена. И мы прошли здесь большой конкурс. Ну, видимо, Георгий Михайлович Турлысов, который принимал, это первый профессиональный театральный художник, принимал у меня как раз экзамен. Это очень символично, наверное. Это очень памятно, да. И он мне поставил пять. Я попал в тройку претендентов. Ну, видимо, помогла ещё и подготовка перед этим поступлением. Хорошо. Учиться в Ленинграде, в городе, который сам по себе является центром искусства, где буквально каждый уголок пропитан историей, я думаю, что это очень большой подарок судьбы. Вообще, как на вас повлияла вот эта атмосфера? Ну, это была сказка. Это город-музей. Это мы попали туда, наверное, по счастливой случайности, но этот город сам воспитал. Вот за пять лет можно было ходить по музеям, по достопримечательностям, изучать, читать. И, в общем, научиться добывать знания по искусству. Это очень много дало мне, конечно. И помогло ещё в театр попасть. Знакомство с моей будущей женой, студенткой Института культуры имени Надежды Константиновны Крупской, Зинаидой Николаевной. Впоследствии она стала заслуженным работником образования, имеет звание учитель-учедей и так далее. Воспитала много хореографов. И вот мы повадили сходить в театр. Впервые я в музыкальный, на балетный спектакль попал именно с помощью будущей супруги. Ну, видите, как здорово. И с ней же ходили по всем достопримечательностям, вплоть до Царского села, парках, где Пушкин гулял. Так что всё памятно, всё хорошо. А вообще, после окончания учёбы, я знаю, вы приехали сюда, в Якутск вернулись, да? Да, по направлению называлось это. А как судьба вообще привела вас в русский драматический театр? Ну, это... Ну, раньше по направлению, откуда ты приехал учиться, туда направляли обратно. То есть нужно было отрабатывать три года обязательно. И мы с другом Ивановым Василием Петровичем, которые вместе окончили институт, приехали в Намский педоинститут. Там художественное отделение было. Начали свою трудовую деятельность в Намском педоисчилище. Ну, а в театр пришлось переехать в городе Якутск. Опять же, с помощью супруги, которая не имела работу в районе, её направили сюда, кульпросветучилище, где её учительница Аксения Посельская заведовала хореографическим отделением. Она переехала сюда. Ну, и мне пришлось искать работу в городе Якутск. И зашёл в Русский драматический театр. Почему? Потому что там работал Анатолий Шапира, который окончил наш живуш. Ей три года отработал и собирался обратно домой. И вот мне повезло. Мне дали ключ от квартиры. Однокомнатный. Здорово. Да. И сказали, трудись на поприще театра. Вот так я попал в Русский драматический театр. Тогда заведовал. Директором был Александр Иванович Ломак. Известный директор культуры. Житель Якутска, все его знают. А чем вам запомнилась работа в театре, когда вы начинали? Самый первый спектакль, вы помните? Да, конечно, помню. Это по пьесе Гейнса Калау «Кот в сапогах». Здесь перед моим появлением театр труппа Красноярского института культуры, актёры, группа актёров и преподаватель ихний Альберт Натальевич Дененберг как раз приехали в Русский драматический театр. И создали, освежили труппу Русского драматического театра. И вот с ним мне пришлось первую детскую... Оказывается, детский спектакль, это было самое трудное, оказывается, потом последствия. Потому что нужно было делать для детей лучше, чем для взрослых. Но вы ведь не были театральным художником, да? И для вас, наверное, было очень сложно постигать первые свои умения. Очень сложно было, конечно. Мне помогли... Вот первый, кто помог, Анатолий Шапира, потом актёры театра, которые со мной работали. Они же делились своим опытом, как это всё делать, как относиться к актёрам и так далее. И вот потом проходил, конечно, естественно, стажировки в Москве несколько раз. Тогда были творческие дачи, так называемые, и для театральных художников тоже. И мы проходили стажировку. Значит, я дошёл до Киева, там работал украинский сценограф Даниил Лидер. Потом его ученик Давид Воровский в Москве работал в театре на Таганке. Вот они нам лекции читали, показывали свои работы, делились опытом. И ещё Марк Китаев из Питера, который работал, проводил стажировку в Красноярске. Вот таким образом, с помощью этих стажировок, я ещё ближе стал к театр. Как к театральному художнику. Хорошо. И вот такой вопрос у меня. Сколько всего спектаклей поставлено с тех пор? Ну, у меня на счёту более 120 спектаклей. Ну, это как детище, можно как родные дети. Хорошо. Николай Николаевич, об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет действительно интересно. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня наш разговор посвящён особенностям работы сценографа, творческому союзу в театре, а также выставке, которую в эти дни можно будет увидеть в Национальном художественном музее Республики Саха, Якутия. Итак, в чём специфика работы театрального художника? Как организуется рабочий процесс? И как оставаться художником в самом широком смысле этого слова? На эти и другие вопросы мы ответим сегодня во время прямого эфира. Я напомню, что гости нашей студии это сценограф, живописец и график, народный художник Якутии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Саха, Якутия, главный художник Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина Николай Николаевич Попов и искусствовед, главный научный сотрудник Национального художественного музея Республики Саха, Якутия, куратор выставки Галина Гаврилевна Неустроева. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татем Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 32 00 66, 32 11 66. Ну что же, Николай Николаевич, мы продолжаем с вами разговор. Вообще, в чем специфика работы театрального художника и как строится работа художника-сценографа, например, над определенным спектаклем? Ну, специфика в чем заключается? В том, что я работаю с режиссером. В данном случае режиссер-постановщик, который делает этот спектакль. Моя задача – помочь ему в визуальной части спектакля, визуализации, так называется. Потому что люди, в основном, зрители смотрят на актеров, на их игру, на их посыл, на их удачные какие-то акценты и так далее. А параллельно идет визуализация, вот визуальная часть спектакля. Это среда, в котором они существуют. Декорация, так называемая, сзади, интерьер или экстерьер, или какого она вида, какую эмоцию они вызывают и так далее. То есть в этой части мы им помогаем. Помогаем еще и костюмами, гримами. Это все работает на общую цель. Мне кажется, что для того, чтобы быть сценографом, необходимо быть не только художником, но еще и изобретателем. Мне кажется, что изобретения вам тоже не чужды? Ну, это изобретения. По-современному, можно сказать, это те же дизайнеры, которые создают что-то новое, свое привносят, берут историю, о которой идет речь, и его изучают, и от себя тоже могут добавить какие-то элементы. Вот в этом заключается работа театрального художника. То есть это еще и архитектор, это еще и историк, для того, чтобы, например, о костюмах говорить, это надо знать историю. Это надо покопаться в истории и найти, и показать зрителям все это. Я знаю, что важная часть вашей работы связана с именем и режиссером Валерием Яковлевичем Келепеле. Вот чем взаимно обогатился такой союз, творческий дуэт, и что запомнилось вам больше всего из совместной работы? Да, мы с Валерием Яковлевичем работали 12 лет вместе. Как говорят, в тандеме создали спектакли, в свое время имеющие социальное значение, и которые вошли в анналы фон, золотой фон Русского драматического театра. Он родом из Якутска, бывший футболист, значит, любимец класса, отец латыш, мать Якутка. Он закончил актерскую актерскую профессию, потом переучился на режиссера, он был учеником Андрея Гончарова и работал в Золотовусте. И он нашел Василий Апанасьевич Босиков, незаменимый замминистра культуры республики Саха-Якутия. И он привел, потому что у нас в театре текучесть очень большая была. Все время приглашенные режиссеры, приглашенные художники, и вот министерство позаботилось о том, чтобы как-то оставались, работали, значит, люди от этой земли, как бы, местные, как бы. И вот поэтому постарались обеспечить такими кадрами. И мне посчастливилось вот именно работать с большим режиссером Валерием Яковичем Галибель. Галина Гавринова. Ну и еще больше, значит, около 50 режиссерами ближнего и дальнего зарубежья. Даже приходилось работать с американцем. Кевин Райс из Бостона приезжал к нам спектакль ставить. Еще с одним залетевшим голландцем пришлось работать. Вот действительно творческая судьба, которая связывала вас с очень интересными людьми. Галина Гавринова, вот возвращаясь к выставке, которая в эти дни проходит в Национальном художественном музее. Хотелось бы узнать, чем вот эта выставка отличается от других, в чем ее отличие? Выставка театральных художников это всегда что-то фантастическое, всегда что-то чудесное и всегда неожиданное, потому что, ну, во-первых, конечно, это показывает его как театральный художник, это понятно, да? Но кроме того, всегда вот в ожидании каждой выставки, любой выставки, да, всегда ожидаешь что-то новое у художников. А театральные художники сейчас пошли еще и рисующие, и пишущие. То есть они занимаются и живописью, и графикой, и так далее. И поэтому вот эта часть тоже очень интересная. И я, например, вот на этой выставке открыла Николая Николаевича как прекрасного рисовальщика. Притом там даже есть очень много эскизов, эскизов, да, таких рисунков, и они совершенно вот как-то очень точно передают и психологию человека, и его особенности, и внешности и так далее. И там можно много чего узнать на этой выставке, поэтому это интересно. И кроме этого, конечно, очень такая интересная, чистая, как говорится, визуальная часть это вот костюмы. Костюмы актеров, которые были сделаны для Нюргун-Ботура, который был поставлен в Намском районе, да, правильно? Это последнее. Да. Музыкальные драмы вставили в 23-м году. В 23-м году, то есть совершенно новые. А в 2006 оперный ген-Ботур в оперном театре изставили. И поэтому вот эта часть тоже интересна, потому что ну, редко мы видим костюмы художников, то есть актеров на разные выставки. Они бывают, конечно, но в такой части тоже это интересно. Николай Николаевич, а мне интересно было бы узнать, работа над каким спектаклем сыграла решающую роль вот в становлении вас как именно театрального художника? Ну, в становлении как художника, наверное, нельзя говорить, потому что художник становится последовательно, как бы со спектакля на спектакль находит новые какие-то моменты, метафоры, символы и так далее. Поэтому вот одним спектаклем невозможно. но вспомнить можно. Например, спектакль апотры проснулись по рассказам Василия Шупшина мы ставили с Валерием Яковичем. Там очень интересно было в том смысле, что мы изучали людей. Я предлагал Валерию Яковичу, поскольку они проснулись в медвотрезвителе, давайте мы его сделаем, выведем их на свалку в оркестровую яму. Ну, Валерий Якович сказал, что его аспартии снимут, потому что резко. Это было давно до перестройки. И если время перестройки было бы, это было бы нормально. Потому что мы потом поставили еще спектакль свалка, где профессор высшего учебного заведения, афганец, извините, девушка легкого поведения и так далее, все оказались в свалке. Но наши спектакли прошли до перестройки. Они были, опережали время чуть-чуть, поэтому в этом смысле они были востребованы. это время для театрального искусства, это очень интересное время, время Келепелли, потому что 78-го, 12 лет работы, за это время он в якутском театральном поле, он показал такую, это тоже новое слово, вообще в российском театральном месте, социальные спектакли. Социальные спектакли, социально значимые спектакли, это же все-таки время было до перестройки, до перестройки и показывать жизнь, когда у нас есть, со всеми его погрешностями и так далее, это бы не всегда позволялось. Это надо было иметь определенную смелость из того, чтобы ставить такие спектакли. И очень долго ждать разрешения. А Николай Николаевич, а что бывает после премьеры, мне вот любопытно было бы узнать, вас не отпускают мысль о том, что вот можно было что-то добавить, что-то сделать иначе. Вот какое чувство после спектакля? в советское время мы ставили спектакли по плану, так скажем, год по 8-9 спектаклей. И вот через каждые два месяца ты должен выдавать на гора, как говорили директора кровоизноса, выдавать на гора спектакль новый. вот мысль как спектакль. У вас не отпускает мысль, что можно было что-то еще исправить, добавить? Когда премьера происходит, после этого некоторые сравнивают художника или режиссера, что спектакль они как свое дечище носят в себе и потом это как бы выдают на природу. И вот как сплечь гора после выпуска спектакля и отдыхаешь и готовишься к новому спектаклю. самое интересное и хорошее это благодарность зрителя. Когда они встречают с аплодисментом и принимают спектакль над которым ты работал это самое хорошее такое настроение дает человек. Это самая главная оценка наверное результата вашего творчества. В 1999 году театру было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина и решено было сделать эскиз сквера. И я знаю что именно вы выступили разработчиком его. Давайте вспомним эту историю. Это была идея дирекции нашего театра. Тогда возглавлял театр Иван Иванович Подоницин. пришлось рисовать сквер перед театром или сбоку театра. Потом остановились на правой стороне театра от проспекта и решили этот памятник установить. Мне пришлось познакомиться с московским скульптором и заказать бюст Александра Сергеевича Пушкина, которого он раньше делал в Париже. У него эта форма сохранилась. Оригинал то есть лепки. И он нам отлил бюст Александра Сергеевича Пушкина, которого мы привезли к дню открытия 6 июня 1999 года. И вот он до сих пор стоит и украшает наш город. Хорошо, Галина Гавриевна, вновь возвращаясь к выставке, мне хотелось бы узнать, есть ли у вас какой-то лично любимый объект? Сложно говорить об этом, но на самом деле, поскольку я человек работающий... Объект это что? В смысле работа? Да, работа. произведения. Значит, поскольку я работаю всю жизнь в искусстве изобразительном и, в принципе, какие-то моменты знаю, для меня была очень интересна живопись и графика работы Николая Николаевича Пастели. Притом, это совершенно чудесные портреты разных людей, это и артисты, и ученые, и разные люди, и совершенно великолепный портрет бабушки, бабушки, вот, и участка японской войны Стручкова, и очень интересные и чудесные портреты Валентина Антонова в роли Вениаминова и так далее. То есть, перечислить их можно много, потому что Пастели у нас практически, да, в искусстве как-то мало работают. Раньше работали Кандинские и так далее, да, а сейчас практически как-то так мало обращаются. Подзабыли чуть-чуть. Подзабыли чуть-чуть, и в этом отношении Николай Николаевич как бы продолжатель традиции пастельной живописи, очень красивой, очень такой трогательной и волнительной. И в этой же технике он очень много делает и пейзажи разных мест, и они совершенно чудесные. И поэтому вот у нас выставка, кстати, продлили срок, она будет работать до 28 апреля, и те, кто еще не успел побывать на нашей выставке, на выставке Николая Николаевича Попова, дорогу оселит идущих, конечно, мы приглашаем, это совершенно для вас будет открытие и художника, и вообще театральной жизни Якутской, особенно русского театра, наверное, вот, и вообще это очень интересное явление. Ага, очень интересное название выставки дорогу оселит идущий. Вот, Николай Николаевич, для вас что означают эти слова? Русский Дармазийский театр выпустил книгу о моем творчестве 70-летию моего рождения, и они были спонсорами, и вот эту книгу, когда мы составляли, вот, пришла мысль, значит, взять за основу девиза, как греда, да, как греда дорогу оселит идущий. Это древняя индийская притча такая, но это я сначала делал какую-то работу абсолютно свободную, и там была какая-то пурга, метель, и там человек маленький, крошечный шел напротив этого движения, и вот почему-то захотелось эту работу маленькую, по черкушку, как мы называем дорогу сделать девизом вашей выставки. Дорогу оселит идущий, и это пришло на название книги. Николай Николаевич, я благодарю вас за участие в нашей передаче, Галина Кавриловна, всего вам самого доброго, и до свидания.